Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, смотрите, взял телевизор. Что у нас? Это китаец, TLC, TCL, TLC, TCL, где разница? Здесь написано где-то. Не фокусируется телефон, в общем, TCL. Бюджетный китаец, 4K, HDR, 737 модель. Видео снимаю в целях... Вот я, например, не столкнулся с возможностью посмотреть, как телевизор будет выглядеть, потому что, ну, нет, видео есть на, соответственно, нерусских языках, на ютубах ваших. И поэтому вот так вот выглядит первое включение. Начните работу. Пульт. Давайте посмотрим. Вместе с вами сразу настроим. Естественно, я подключу его к местному Wi-Fi, ввел данный аккаунта и дальше. Дальше у нас все просто. Есть главное, есть приложение, есть библиотека. Здесь у нас купленные фильмы и сериалы в библиотеке, которые мы когда-либо брали на тот аккаунт, который вывели приложение. Это у нас, соответственно, вот сейчас он устанавливал Netflix, YouTube, Prime Video, Music, TV Channel и так далее. Вот все вот эти моменты можно, если здесь не хватает. Нажимаешь кнопку «Еще» и список приложений, естественно. Телевизоры сейчас работают либо на Google TV, либо Android TV. Это, в принципе, все то же самое. Единая оболочка Linux, Android. Устанавливать АПК-шки можно и нужно, естественно, в России. И, я думаю, не только в России устанавливают всевозможные онлайн кинотеатры. Где их и как найти, это выщите сами в интернете. Не знаю, посмотрим. Давайте, ТВС Channel. То есть, здесь у нас что? GameLoft, Google, Иви. Будет работать Spotify, не будет работать, если не поставить... Господи, как он называется? VPN. Дальше выходим, смотрим. Здесь музыка. Давайте, ТВ. Что по ТВ у нас показывает? Поиск интернет сигналов. ОК. Сканирование. И посмотрим, найдет ли он автопоиском. Жентюра, антенна, спутник, кабель, антенна, цифровые, поиск. Найдет ли он хоть какие-нибудь каналы без прикрепления чего-либо естественного? Наверное, нет. Я думаю, что нужна какая-то банальная домашняя антенна за 500 рублей в ближайшем магазине электроники. Ну, может быть, что-нибудь найдет. Сейчас посмотрим. Что у нас здесь? 4К, 50 дюймов. Вот так вот выглядит телевизор по сравнению с холодильником. Пока стоит на ножках. Дальше будет висеть на подвесе. Есть Mi-MC, соответственно, управлялка. Естественно, здесь Bluetooth, Wi-Fi. Wi-Fi двухдиапазонный, 2,5 и 5 ГГц. 2,4 и 5 ГГц. Bluetooth 5.1, если я не ошибаюсь. По звуку. Это два динамика по 9,5 Вт каждый. И, соответственно, у нас в сумме получается 19 Вт. Как-то так. Вот 65% сканирования канала он, естественно, без антенны не найдет. Внизу у нас есть светодиоды. Я думаю, по настройкам можно будет сейчас пройти, отключить их, чтобы они, допустим, ночью никому не мешали, не светили, не выдавали, как говорится, напрягали глаз. Ну, я думаю, здесь, в принципе, дальше, наверное, смысла нет искать. 84%. А я думаю, что обычную банальную антенну, самую дешевую покупаешь. И он базовые 20 каналов, там, с копейками должен будет обнаружить. Потому что современный стандарт цифрового вещания он должен поддерживать. Ну, в общем, ТВ у нас не работает без антенны. Далее, давайте кнопочку HOME. На пульте все очень удобно. Есть цифровой поиск, голосовой точный поиск. Погода. А, не готов еще. Не готов, потому что она на телефоне настроить, и тогда будет все готово. Давайте посмотрим, что у нас здесь еще. Ну, естественно, YouTube у нас будет работать. Запускаем. И сейчас, скорее всего, у нас это все дело откроется. Посмотрим, будет ли глючить. Да, вот, заходит в мою почту. Далее посмотрим, что у нас... Ну, пускай будет вот этот вот. Список выбранных каналов. Все это базируется на Android 11, Google TV оболочка. Уже звук вы видите. На пульте все достаточно кнопкой. Просто есть отдельные кнопки. Здесь мы... Давайте, видите, запрос. И, допустим, чтобы нам не прилетало... У нас так, наверное, не найдет. Ну, давайте по... Поиску... 4К... Видео. Все достаточно быстро. Вот так это все выглядит. Давайте вот... Какой... Давайте по старику... Звук выключим. HDR10 включается. Смотрите, видите? Картиночка у нас здесь была. Вот так это все отображается. Звук у нас... Вот это максимальная громкость. Ну, естественно, телефон запишет так себе. Но у нас есть, как можете видеть справа, вот здесь вот, Алиса. Если что, можно будет через Алису все это дело подсединить. Давайте звук выключим, чтобы там не прилетело по авторским правам. Картинка. Ну что? 4К. 4К. Я вижу сочную, хорошую картинку. Как будем смотреть телевидение, если надо посмотреть, как он ТСТС и ТНТ. Естественно, через интернет. Я не думаю, что даже антенна покупаться. Но, может быть, если совсем плохо с интернетом будет, то можно сюда антеннку какую-то присобачить. Из чего складывалось мнение, почему надо купить именно этот телевизор? Ну, во-первых, бюджет. Ничего лучше в бюджете от 30 до 40 тысяч в июне 2022 года не найти. Сборка более-менее качественная. Делается это все в Беларуси. И пока претензий к телевизору нет. Тонкие рамки, большая диагональ. Можно было переплатить еще 5 тысяч и взять 55. Но, к сожалению, видите, бюджет был ограничен. И поэтому, к сожалению, к счастью, может быть, к сожалению, только 50. Вот такая вот у него картинка. Хороший, качественный звук. Более-менее, кстати, для такой стоимости. Неплохая. Кстати, по матрице. Матрица Direct LED и, соответственно, ВА. Тип матрицы ВА. Я думаю, углы обзора, если мы в сторонку отойдем, у нас чуть-чуть будет по контрастности. Если мы прямо смотрим, у нас будет вот так вот. Если идет, видите, сбоку, отличие ВА-матриц от, допустим, той же IPS-ки. Ну, думаю, мало кто смотрит телевизоры совсем уж под странным углом. Обычно смотрят либо так, либо, может быть, с небольшим отклонением по бокам, если вы сидите на диване, или в кресле, или как-то напротив телевизора. Пока будет установлен здесь. Потом повесим непосредственно на стену. Крепление под кронштейн 200 на 200 или 200 на 300, я не помню. Но не суть разницы. Цена одинаковая. Прямо поворотный кронштейн она будет купить для того, чтобы это все дело можно было закрепить. В общем и целом, подводя промежуточные, короткие, скажем так, итоги, можно сказать следующее. В этот бюджет можно взять еще дешевле, но это будет ноунейм, который не очень хорошо собран. Я посмотрел площадки, такие как ДНС, Озон, Яндекс.Маркет. В среднем что-то более-менее сносное. Вот сейчас уже после, условно говоря, подорожания. Хотя доллары вниз, но цены не падают. Соответственно, 30-40, то что стоило 25-35. Вот как-то так. Процентов на 10-30. Поправьте меня в комментариях. Может быть вы занимаетесь ритейлом или работаете в розничных магазинах, электронике. То, что увидел я, даже почитая по отзывам, я понял, что вот как раз-таки на этот процентаж цены выросли. Выросли они в том числе и на технику. Такие у нас как Кризис люди покупают телевизоры. Кто-то успел взять до подорожания, кто-то не успел. Здесь, этот конкретно, эта модель сейчас якобы продается со скидкой. Стоит она 38, отдают за 35. Как-то так. Но опять же, она когда-то стоила 30. То есть, чтобы понимание было 30-32. В зависимости, опять же, от того, где возьмете. Но модель 2021 года стоила. Это модель 2022 года, вроде как конец зимы, начало весны. Посмотрим, как себя поведет данный телевизор в использовании. Естественно, у него обычная гарантия 12 месяцев. На некоторые телевизоры есть расширенная гарантия на матрицу до 3 лет. Но, опять же, нужно понимание, что телевизор человек покупает. И средний срок эксплуатации от 3 до 5 лет установлены производителем. А по факту получается, что используется иногда даже десятилетиями. Потому что, условно говоря, я сталкивался с такими людьми, которые чинят телевизоры, произведенные 20, а то иногда даже 25 лет назад. До сих пор они в строю, до сих пор они работают. Да, раньше делали лучше, но что ж поделать. Да, вы скажете, почему я не снял пленки. Ну, потому что первые две недели консультант в ДНС попросил пленочки не снимать. Все-таки две недели на проверку. Мне никак сейчас, в основном, просмотру не мешают. Опять же, погонять, установить какие-то приложухи, посмотреть киношку. Никакого дискомфорта, потому что здесь у нас номер матрицы, модель вот здесь вот. А здесь у нас пленочка вот так вот щиткой снимается. Как-то так. Вот вам 4К видео Таиланд. В принципе, немножко поковырялся о настройках. На самом деле все очень-очень просто. И я пока что не жалею о том, что есть такой слушок, даже не слушок, а по крайней мере сами люди в Google думают, что все телевизоры на основе операционной системы Android будут базироваться на Google TV, то есть на оболочке Google TV. Поэтому сразу лучше привыкать к Google TV и все будет хорошо. Вот такой вот коротенький, можно сказать, распаковка, первое включение, краткий рассказ пользователя, который владеет телевизором чуть больше пары часов, поставили, включили, установили в магазине. Смотрите, когда покупаете телевизор, естественно, попросите достать, показать, включить, не надо никакие флешки с собой брать, включите YouTube, активируйте телевизор, включите YouTube. На YouTube наберите тест ТВ, тест телевизора, тест монитора, и посмотрите на битые пиксели, проверьте звук, проверьте подключение Wi-Fi. И, в принципе, после этого можно уже оплачивать. Не надо дополнительно переплачивать на тест на битые пиксели в самом магазине. Хотя они с этого, конечно, зарабатывают и как-то, как говорится, кормятся. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, что там положено делать в тех соцсетях, где вы смотрите данное видео. Еще раз, TCL P737, диагональ 50 дюймов, 737 моделька. Спасибо, всего доброго, до свидания.